Очередное заседание Ивановской областной дома получилось особенно социоориентированным. Хорошие новости для многодетных семей. Закон о предоставлении ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей, действие которого истекало в декабре, продлен еще на три года, до конца 2021-го. Мы считаем это крайне важным, так как этот закон поддерживает не только рождаемость нашей области, но и, конечно, это входит в комплексную поддержку многодетных семей. В соответствии с федеральным законодательством привели несколько законов Ивановской области, касающиеся мер социальной поддержки людей предпенсионного возраста. В частности, в первом чтении принят закон о выплатах работникам сельской местности. На компенсацию имеют право труженики социальной сферы, достигшие 60-летнего возраста у мужчин и 55-летнего у женщин и проживающие в селе. Во втором чтении принят закон о порядке присвоения звания ветеран труда. Кроме того, депутаты изменили периодичность соцвыплат с ежеквартальных обратно на ежемесячные. Очень важно, потому что любая семья и каждый человек все-таки планирует свой бюджет на месяц, а не на квартал. Установлен размер прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2019 год. Расчет величины прожиточного минимума проведен в соответствии с рекомендациями, которые утверждены министерством, разработаны Министерством труда и социальной защиты и утверждены постановлением правительства Российской Федерации. А также с учетом состава потребительской корзины, данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по уровню цен на продовольственные товары и значения индекса потребительских цен на предстоящий период. Новый прожиточный минимум составит 8 576 рублей. Это много или мало, поинтересовались депутаты фракции КПРФ. Вы считаете, этой суммы достаточно для пенсионера, для того, чтобы заплатить коммунальные услуги, заплатить за приобретение лекарств и купить себе пропитание? Ну, я, наверное, отвечу так же, как я ответила вам и на комитете. Мое мнение, если вы задаете личный вопрос именно мне, мне кажется, что недостаточно. И я считаю, что уже пора внести поправки в федеральное законодательство и в постановление правительства Российской Федерации по увеличению нормы потребления на продукты питания и не только для этой категории граждан, но и для других социально-демографических групп. Изменить положение дела на региональном уровне нельзя, только на федеральном. Но на это нужно много времени и инициативы. А пока новый размер прожиточного минимума пенсионеров Ивановской области принят в двух чтениях. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.